Наталья Леонидовна, тогда вопрос, почему сегодняшнее место для пикетов вы выбрали возле администрации, а не, например, возле проходной Саратовской области? А это же все очевидно, другого-то места быть не может. Почему? Потому что администрация – это орган местного самоуправления, это исполнительная власть. Согласно закону 131 ФЗ у нас превалирует что? Народовластие. В лице кого? Представительных органов. Власть как раз таким органом и является. То есть власть – это я, народ. От моего имени действует Соловьев, от моего имени действует Ирисов, все они действуют от имени народа. Для народа, во имя народа. Поэтому я пришла в лице гражданина поддержать именно своих руководителей, которых мы представляем, избираем и поддерживаем. И именно здесь место у администрации, а не у Саратовской ГЭС. Кабалакова категорически против передачи шлюзового моста на шею народа. Поясняю, почему на шею народа. Потому что в любом случае, если мост передадут городу, и наша власть слаба будет в этих позициях, и примет его на баланс города, то бюджет, который формируется за счет налогов, он будет формироваться с народа. Это первое обстоятельство. Почему на шею народа. Второе обстоятельство. Если город не примет этот актив, и Саратовская ГЭС вдруг его продаст третьим лицам, как они говорят и обещают в своих пресс-релизах, то получается опять платный мост за счет кого? Народа. И получается, в любом случае, Саратовская ГЭС, Русгидра, желает этот мост повесить на шею народа. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства, локатик переворачиваем, мост это профильный актив, потому что задача его это соединение между берегами, левым и правым, островной частью города и центральной частью города, и обеспечение судоходства. И запретить исполнять эти задачи, или прекратить их исполнять, не может ни одно их желание. Поэтому, согласно постановлению правительства, 894-р должны были установить категорийность этих объектов. Так вот, согласно этого постановления, категория этого объекта профильная в силу закона. Выдержку из этого закона я даю для вас, корреспондентов. Пожалуйста. Клюзовый мост, в общем-то, хотя напрямую не является профильным, да? Участником. Напрямую он не является участником в производстве электроэнергии. Но он реализует задачи этого предприятия. А задачи предприятия, да, 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 да. Здесь написано, что вот предусмотренных стратегии развития или долгосрочной программы развития. Вот эта программа или стратегия? Я с ней не знакомилась, не знаю, но эта программа стратегии развития указом президента 596-м предусматривает стратегии развития экономики Российской Федерации. И я не думаю, что эта программа прекращает деятельность Саратовской ГЭС. Она действует, она производит электроэнергию и будет производить. Поэтому стратегия этой программы именно такова – сохранить этот объект для нужд, извините меня, государства. Все-таки шлюзы тоже строились как часть комплекса, да, Саратовской ГЭС. Но сейчас же они переданы от Саратовской ГЭС, Нижегородское там пароходство. Они переданы, они переданы гидроузлу, районному гидроузлу и судоходству переданы эти шлюзы. Там шлюзовый мост именно передан. И передана часть объектов инфраструктуры. Я не буду озвучивать какие, потому что с этим документом я не знакома, просто знаю об этом. Вот. И это именно для пароходства. Правильнее было бы, может быть, и оставить этот актив, но я не знаю, почему именно пароходство, вернее, район гидросооружений это приняли на себя. Не могу сказать в этом вопросе. Но правильнее было бы оставить бы и эту часть за Саратовской ГЭС. Потому что это их вопрос сохранения судоходства. А раз вопрос и задача их, то и объект инфраструктуры должен ими обслуживаться и содержаться.